Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Сегодня активы у Ембекши Казахского района представили нового Акима. Распоряжением главы края Аманда Кабаталова и по согласованию с администрацией президента Казахстана им стал Куанышпе Кашкембаев. Ранее эту должность занимал Оскак Бинали. Он оставил свой пост в связи с выходом на пенсию. Новый Аким Куанышпе Кашкембаев 1962 года рождения. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина, а также Московский государственный социальный университет, факультет юриспруденции. Трудовую деятельность начал мастером участка треста Казлифт города Алматы. В разные годы работал в Южной столице начальником управления земельных отношений города, главой управления сельского хозяйства и ветеринарии Акимом на Урсбайского района. Последняя занимаемая должность глава управления земельных отношений Алматинской области. Исполняющий обязанности главы региона Лазад Турлашев выразил слова доверия новому Акиму, подчеркнув имбекш-казахский край, один из самых быстро развивающихся в регионе. Уверен, что Куанышпе Кашкембаев будет хорошим Акимом. У него имеется огромный опыт. Работайте как единый механизм. Трудитесь во благо Родины всем Акиматам и Инбекши Казахского района. Наш Аким Амандык Баталов по всем известной причине не смог сегодня присутствовать, но передает вам всем поздравления. В ногу со временем центральная котельная города Капшигай с нового отопительного сезона перейдет на природный газ. Это позволит уменьшить вредный выброс в атмосферу в несколько раз. Воплощение проекта стало возможным благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости». Всего по ДКЗ в моногороде реализуется 19 проектов на общую сумму в 1 миллиард 740 миллионов тенге. Котельная Капшигай-Жилу Арнаса в строю уже полвека. Работает на мазуте, потребность которого составляет 25 тысяч тонн в год, а это приличная сумма. В целях экономии и защиты экологии руководством области в апреле этого года начаты реконструкционные работы по переходу на природный газ. На эти цели по программе «Дорожная карта занятости» выделено 710 миллионов тенге. Через центр занятости задействовали местных жителей. Сдать объект в эксплуатацию подрядчики намерены уже 30 сентября. Подключаются к голубому топливу и местные жители. В сети уже 10% абонентов. Уже на сегодняшний день мы заканчиваем работу по прокладке газопровода высокого и среднего давления. Уже бросили коллектора. Здесь в Копчегае две котельные. Идет водогрейная котельная и паровая котельная. В обоих котельных мы уже закончили прокладку коллекторов. В начале июля ожидаем уже всей киповского оборудования, а также всей заборной арматуры. Все работы ведутся согласно графику календарной. Новая история начнется и для средней школы имени Брай Алтансарина. На ее капитальный ремонт по дорожной карте занятости выделено 214 миллионов тенге. Здесь работает 84 человека, 12 из которых влечены через центры занятости. Значит, тут подрядчики уже с начала июня работают. Значит, по договору выделенная сумма – это 214 миллионов тенге. Это школа старая, конечно, требовала давно капитального ремонта. Вот вы сами как видите, полностью сейчас идет демонтажные работы уже закончились. Кровлю буквально 2-3 дня мы заканчиваем и уже начинается отделочная работа. Всего по госпрограмме в Капшигае будет создано 288 рабочих мест. 143 человека привлекаются через центры занятости и социальных программ. Елеман Раймеков, Степан Мерышко, телеканал «ЖИЦУ». Краткий обзор событий в мире продолжит выпуск. Взрыв и последовавший за ним пожар в одной из клиник на севере Тегерана стали причиной гибели по меньшей мере 19 человек. Об этом ранним утром в среду сообщило государственное телевидение Ирана. Агентство ИРНА, цитируя представителей управления пожарной охраны города, передает, что 15 погибших женщины. Другое агентство МЕХАР отмечает, что в клинике в момент инцидента находились несколько десятков человек. 20 человек удалось спасти. В качестве предварительной причины происшествия называют неполадки с кислородными баллонами, из которых произошла утечка. Это второй инцидент такого рода за последние несколько дней. Менее недели назад на другой окраине Тегерана произошел взрыв газа возле военного объекта. Городские пляжи Барселоны вновь наполнились отдыхающими. Но купаться и загорать они могут только под зорким присмотром камер наружного наблюдения. Автоматизированная система электронного слежения позволяет засекать нарушения социального дистанцирования пригревшимися на солнце купальщиками, о чем немедленно узнают полицейские. В эти самые жаркие июньские дни им пришлось закрыть сразу четыре пляжа из-за чрезмерного наплыва желающих окунуться. Там, где не справляется техника, помогают бдительные граждане. Парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение и наказание таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами. По мнению наблюдателей, этот правовой акт позволит Пекину принимать жесткие меры по отношению к сторонникам оппозиции в Гонконге. Около сотни демонстрантов собрались в деловом центре Гонконга, чтобы выразить протест против принятия закона. Полиция оцепила место проведения акции и задержала несколько участников. Лидер движения «Революция зонтиков» Джошуа Вонг и другие известные активисты заявили, что выходят из рядов оппозиционной организации «Демосисту» из-за опасения за свою жизнь и безопасность. Закон предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания и создания на территории Гонконга специальной селовой структуры, подотчетной Центральному правительству. Обзор зарубежных новостей подготовил Алексей Цой по материалам интернет-ресурсов. Более 10 лет в Алматинской области культивируется мужская спортивная гимнастика. За это время спортсмены ЖТСУ не раз становились призерами соревнований всех уровней. По прогнозу тренерского штаба, их воспитанников ждет еще много побед. О том, как тренируются гимнасты, расскажет Алексей Цой. В 6 лет Мейржан Уртылеу занялся спортивной гимнастикой. На спортивных снарядах он пятый год. За это время стал чемпионом международного турнира. Но на этом спортсмен останавливаться не собирается. Тренеры сулят ему большое будущее. У меня есть более 30 медалей. На последних соревнованиях в феврале стал чемпионом. Спортивная гимнастика мне очень нравится. За красивые прыжки. Моя цель в будущем стать олимпийским чемпионом. Сейчас гимнасты тренируются на свежем воздухе. Соблюдаются и строгие санитарные правила. И хотя на улице нет полного спектра гимнастических снарядов, главное сохранить хорошую физическую форму. Находимся в парке ветеранов. Тренируемся на свежем воздухе. Впереди есть хорошие старты, чемпионаты Казахстана, международные турниры. Готовимся. Они с энтузиазмом, с интересом приходят, тренируются, держат форму. Здесь играем в футбол, волейбол. Занимаемся резиной. Общее физическое развитие, растягивание, ускорение делаем. Осенью этого года спортсмены планируют принять участие на республиканских стартах в Алматы и Шимкенте. Пока что эти соревнования перенесены на неопределенный срок. Но в целом отмечают наставники. Ребята готовы к состязаниям хоть сейчас. Алексей Цуя, Асидий Сюмбек, Телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok